Торжественное водружение флага на новом катере Тихоокеанского флота прошло в бухте Улисс. Военные моряки сейчас сполна смогут оценить технические преимущества свежеприбывшего спасательного судна. Катер со сложным названием СМК-2177 создан по модульному принципу. Широкая 9-метровая палуба и длинный ют позволяют разместить различные варианты оборудования, от водолазной станции с барокамерой до средств проведения подводно-технических работ и борьбы с разливами нефти. Это катер прибрежного плавания, предназначен для работы на закрытых акваториях. Порт Владивосток имеет достаточно большую водную гладь. У нас достаточно изношенный парк водолазных катеров, спасательных катеров. Поэтому он пришелся сейчас очень кстати и придет на смену уже устаревших катеров. Сейчас катер стоит в водолазном исполнении. На нем установлен барокомплекс и барокамера, а также водолазная станция. Все полностью в сборе и готово к работе при расчете глубин до 60 метров. При этом комплектация нового катера подразумевает не только водолазные, но и пожарные работы. Размер так называемой аварийной партии, полностью оснащенного оборудованием и необходимыми устройствами отряда спасателей, может достигать 12 человек. В аварийной партии может быть до 5 водолазов. Существует также беспилотный управляемый подводный аппарат «Марлинг-350» производства России. Управляется отсюда, с мостика. У него какая глубина погружения? Глубина 300 метров. Важная часть навигационного оборудования – система «ГЛОНАСС», которая позволяет военным установить местонахождение судна с точностью до 10 метров. Ну а в следующем, в 2018 году, спасательный отряд ИТОВ ожидает еще один новый катер, но уже другой модели. Он расширит технические возможности морских спасателей. Олег Завьялов, Евгений Черемухин. Новости на Восьмом.